Для октября 2021 год начался с выборов депутаты Мажелиса парламента и областного Маслехата. Всего в области работало 517 пунктов для голосования, на которых работало 3500 человек. Помимо избирательной комиссии, на участках обязательно присутствовало 5 независимых наблюдателей, представителей миссии ОБСЕ, СНГ и ШОС. Время празднования Нового года для врачей всегда становится напряженным периодом. Так, 31 декабря и 1 января на пульт скорой медицинской помощи поступило 287 обращений от граждан. Кроме того, два пожара произошло за праздничные дни. В жилом доме в поселке Хабда произошел взрыв газового баллона, в результате чего произошло частичное обрушение дома. Пострадало два человека, у них имелись ожоги различной степени. На территории Октябинской детско-юношеской спортивной школы номер 4 по зимним видам спорта открылась новая лыжероллерная трасса. Комплекс с площадью 1321 квадратный метр открыт для посещения как воспитанниками спортивной школы, так и для любителей зимних видов спорта. 11 января стартовала третья школьная учебная четверть, причем некоторые ученики начали учиться очно. В связи с этим в школах были проведены некоторые изменения учебного процесса. 30% онлайн, 70% в школе будут обучаться в оффлайн формате. Мы очень рады, что со временем ситуация нормализуется. То, что особенности дистанционного обучения приходится и учителям, и учащимся трудно в плане обучения. Вот такие у нас. И все сейчас от родителей какие-то есть пожелания именно, чтобы в онлайн формате не так учиться? Ну, конечно же, большинство всех родителей желает продолжить обучение в стандартной форме, то есть в школе. Но, как знаете, эпидемиологическая ситуация не позволяет обучаться полностью в школе. Поэтому родители хотят, чтобы дети обучались в школе. Мы этого все ждем. И учащихся, и родители, и все. После праздничных новогодних выходных цены на основные продукты питания постепенно возвращались в прежнее русло. На городских прилавках стаб-фонда снижалась стоимость на некоторые овощи. Но значительного повышения цен на продукты не наблюдалось. Мы ежедневно мониторим цены, особенно на социально значимые продукты. У нас работает соцмагазин, где мы реализуем продукты стабилизационного фонда. Где у нас реализуется картофель, морковь, лук, капуста. Все по низким ценам, даже на 20%, на 25%, даже ниже оптовых. И у нас есть другие поставщики, которые торгуют на рынке. Они не превышают там 10%. В конце прошлого года произошло значительное повышение цены, в основном на яйца и подсолнечное масло. С начала учебного года на улицах участились случаи детского травматизма. В связи с этим на территории нашей области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое охватывало территорию вблизи учебных заведений. Согласно анализу за прошлый год на дорогах к городу Ахтебе совершено 75 дорожных транспортных происшествий с участием детей, где погибло трое несовершеннолетних и 81 ребенок получил телесное повышение различной тяжести. С началом учебного периода в школах в целях профилактики детского транспортного травматизма с 13 по 16 января текущего года на территории области проводится областное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В районе авиагородка произошло разгорание автомобиля с газовым оборудованием. В результате взрыва пострадал владелец машины и три гаража. Личность в пожарной части номер 2 и номер 3 незамедлительно выехала по данному адресу. По прибытии установлено по адресу городу Ахтебе, район Астана, авиагородок. Происходило разгорание гаража с распространением на пристроенные гаражи. На тушение огня было задействовано 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Не обошлось в январе и без казусов. В электронной системе оплаты квитанции за воду и отопление у АО Ахтебе Су Энерджи Групп произошел сбой. Ошибочные счета, выставленные абонентом, обеспокоили многие граждан. К сожалению, часть абонентов АО Ахтебе Су Энерджи Групп в январе получили квитанции с неверными данными. При формировании платежного документа в системе произошел сбой, что повлекло, к сожалению, неприятные последствия в виде неверных данных, которые указаны сейчас в квитанциях наших абонентов. Мы приносим официальные извинения за временные неудобства. Также сообщаем, что сейчас нашими специалистами предпринимаются необходимые меры для того, чтобы оперативно исправить ситуацию. Работа на стадии завершения. В ближайшие дни наши абоненты смогут уже актуализировать, видеть уже актуальные данные в режиме системы онлайн-оплаты, таких как, допустим, КАСПИ, как другие кабинеты оплаты онлайн, терминалы, посттерминалы. Городским судом номер 2 было рассмотрено уголовное дело в отношении работников АЗХС. Напомним, в мае 2020 года на заводе произошел несчастный случай, в результате которого погибли 5 человек. Трех сотрудников объединили в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Уголовное дело поступило в суд в октябре 2020 года. В суде установлено, что причинение несчастного случая стала грубая неосторожность пострадавших, в том числе ответственного мастера цеха Бесембина Уорнбасара. В результате из-за воздействия высокой температуры горячего пара потерпевшие, включая самого Бесембина Уорнбасара, погибли. Толхабаеву был причинен тяжкий вред здоровью. Эти обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимых потерпевшего Толхабаева и свидетелей. Приговором суда Болтогожин, Бесембин и Муханов оправданы в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. За ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Вынесено частное постановление в адрес органов уголовного преследования. Приговор суда не вступил в законную силу. 18 января стартовали ежегодные отчетные встречи Акимов с населением. Первым о том, какие положительные изменения произошли в прошлом году в городе, в частности в одном из его районов, рассказал глава Алматинского района Ахтубе Амиржану Разгалиев. Он ознакомил присутствующих с отчетом об экономической и социальной жизни района за 2020 год. После завершения доклада руководителю города и района по традиции ответили на вопросы и жалобы жителей. В общем-то, проблемы у людей одни и те же. Плохие дороги, высокие цены и не работающий как надо общественный транспорт. Только вот жители Заречного-3 в пандемию оказались еще и без лекарств и возможность выехать в город. Подобные отчетные встречи руководителей районов проводились до конца месяца. Поход за продуктами питания в актюбинские магазины и рынки также часто расстраивал горожан. Дело по-прежнему в стоимости продуктов, которые росли как на дрожах. С чем было связано стремительное ускорение роста цен, никто конкретно не сказал. В нашем регионе продолжалась работа по раскрытию коррупционных преступлений. Об итогах и процессе работы рассказывали на брифинге в оплазном департаменте по противодействию коррупции. Так, за отчетный период департаментам проведено 10 внешних анализов коррупционных рисков в деятельности 13 субъектов. По итогам проведенных анализов выявлено 142 коррупционных риска, внесено 242 рекомендации. Из внесенных рекомендаций 142 в сфере организационно-управлической деятельности. И 100 рекомендаций касаются нормативно-правовых актов. Новые ограничительные меры начали действовать в Казахстане. На этот раз изменения в режиме работы коснулись субъектов финрынка. Согласно новому приказу, большинство финансовых организаций должны обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме. Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Республики Казахстан утвержден совместный приказ от 19 января 2021 года о режиме работы субъектов финансового рынка, таких как банков второго уровня, страховых организаций, обменных пунктов. Коллекторских агентств, кредитных товарищей, ломбардов и микрофинансовых организаций. Согласно приказу, субъектам финансового рынка необходимо обеспечить обслуживание населения в онлайн-режиме. В конце января в нашем регионе активно проводилась информационно-разъяснительная работа касательно вакцинации от коронавирусной инфекции. На первом этапе в нашей стране такая мера профилактики от COVID-19 была доступна далеко не всем, а лишь медработникам, педагогам и работникам силовых структур. Все вакцины у нас в Казахстане, они проводятся на добровольной основе. То есть, если гражданин отказывается получить вакцину, никто заставлять не будет. Но между тем, мы ожидаем, что наше население проявит ответственность и взвесит все плюсы и минусы. А в данном случае плюсов больше, чем минусов. Поэтому надеемся, что чем больше людей у нас привьются, тем меньше у нас будет заболевших. Постоянные скачки в статистике заражения коронавирусной инфекцией отмечали специалисты. Очередной волны инфекции было не избежать. Если в октябре число заболевших по области составило всего 72 пациента, то за прошедший период января выявлено уже более 170 зараженных. В областном музее Алии Молдогуловой представили новое издание, посвященное 75-летию Великой Победы и 80-летию подвига 312-й стрелковой дивизии. Книга под названием «Октябрь 1941» рассказывает об истории легендарной дивизии и о ее бойцах. Была закуплена в России книга, выпущена книга в России писателем Галина Грин о нашей 312-й стрелковой дивизии. Про эту дивизию очень мало и так написано. В прошлом году мы делали съемки фильма, который будет в этом году тоже показывать. И вот сейчас у нас идет цикл 80-летия формирования дивизии и посвящаем 30-летию независимости республики нашей. В этом году будем проводить презентацию книги. Акимы районов областного центра завершили свои встречи с населением. Одна из таких прошла в актовом зале 47-й школы. Здесь перед жителями районов Шанхай и Жилгородок отчиталась Дарига из Магомбетова, Аким района Астана города Актюбе. В свою очередь жители могли задать неволнующие их вопросы. Как и прежде, они касались ремонта дорог, работы общественного транспорта и уличного освещения. Государственная услуга по регистрации автотранспорта стала возможной и в электронном приложении. Продавец заполняет, оформляется, проверяет все обременения, штрафы, налоги. Далее, если какие-то задолженности может, можно будет получать через Каспий предложение оплатить все задолженности. Далее покупатель оформляется, выбирает госномера. При завершении госуслуги можно будет заказать доставку на дом, либо же забрать в Соню на выдачу. С рабочей поездкой к Тюбинску область посещала вице-министра здравоохранения Ажар Генияд. Она посетила городские и областные медицинские организации, родовспомогательные учреждения, ознакомилась с работой Октябинского медицинского центра и областной клинической инфекционной больницы. Несмотря на последствия пандемии, динамика развития сельского хозяйства в нашей области осталась положительной. О результатах проделанной работы рассказывали на отчетном брифинге в областном Акимате. Количество крупнорогатого скота увеличилось на 7,7%, овец и коз на 2,3% и лошадей на 23%. Из-за пандемии нам пришлось усилить работу для своевременного посева и сбора урожая в 2020 году. Общая сумма сельхозпродукции по итогам года составила 324 миллиарда тенге. Из республиканского и местного бюджета было выделено субсидии на сумму 19 миллиардов тенге, а в рамках госпрограмм выдано льготных кредитов на сумму 25 миллиардов тенге. С начала года вступили в силу новшества, внесенные в Налоговый кодекс Республики Казахстан. Теперь закон о введении всеобщего декларирования действует поэтапно, а требования по предоставлению декларации о доходах и имуществе прекращаются. Таким был январь 2021 года. Февраль для наших граждан начался с приятной новости. Была разработана вакцина против COVID-19. С 1 числа началась массовая иммунизация населения против коронавирусной инфекции. В Активенскую область было завезено 1000 доз вакцины «Спутник Ви». Прививку от коронавируса в первую очередь получили медработники. Первую партию вакцины «Спутник Ви» в страну поставили из России. Далее к вакцинации подключилась и продукция отечественного карагандинского фармацевтического комплекса. Новое мобильное приложение АШИК запустили в Казахстане. С помощью данной программы жителям начали присваивать QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе. Речь шла о положительном или отрицательном ПЦР-тестировании, а также пройденной вакцинации. Красный цвет означал положительный ПЦР-тест и полную самоизоляцию. Желтый – потенциальный контактный, а зеленый, соответственно, отрицательный тест на инфекцию. В вузах нашей страны выпускникам 2021 года начали вручаться новые дипломы собственного образца. На новых образцах дипломов изображен логотип университета, индивидуальные знаки защиты и отличительные водяные знаки. Шрифт диплома остался на кириллице, а заполнялся он на русском и казахском языках. В начале февраля началась приписка граждан к призывным участкам и призыва граждан на срочную службу. Ежегодно это мероприятие проводится с января по март. В середине февраля на приписку прибыло уже около 2000 юношей. Некорректные квитанции вот уже второй месяц получали абоненты «Октубесу Энерджи Групп». В платежных документах были указаны чужие адреса и фамилии, несуществующие задолженности и штрафы. Слияние двух крупных компаний «Трансэнерго» и «Акбулака» произошло больше года назад. Но некоторые абоненты по-прежнему производили оплату за пользование коммунальными услугами по старым лицевым счетам. На пульт Департамента чрезвычайных ситуаций поступил сигнал о возгорании летнего дома в жилом массиве Юго-Запад. На место были направлены 4 единицы техники и 21 человек личного состава. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 100 квадратных метров. На его ликвидацию ушло больше 19 часов. Во время пожара пострадали мужчина с 1948 года рождения и женщина с 1952 года рождения. В настоящее время они осмотрены сотрудниками медицинской службы и отпущены домой. Также в ходе тушения пожара огнеборцы не допустили распространение огня на рядом расположенные жилые дома. Причина пожара устанавливается. Департамент ПЧС Октябрьской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара немедленно звоните по телефону 101-112. В экономическом суде объявили итоги дела по иску Департамента экологии КТО «Парижская коммуна». В ходе проверки были выявлены множественные нарушения, негативно влияющие на окружающую среду. Суд принял решение частично приостановить деятельность организации до устранения всех нарушений. Департаментом экологии проведена внепланная проверка по соблюдению экологического законодательства. В ходе проверки было установлено, что производственные источные воды поступили на рельеф местности, что не соответствует проекту нормативов в деле допустимых сбросов загрязняющих веществ. В зоне очистных сооружений отсутствует оборудование ЭКБ-500 и колодец ОФ-обеззараживания. Данные оборудования предназначены для того, чтобы улучшить качество выполнения работы очистных сооружений и эффективное поступление источных вод. Территория хранилища биологических и отходов не имеет ограждения. Отсутствует твердое бетонированное покрытие для исключения загрязнения окружающей среды. Поднесенные пути с твердым покрытием монтаж отсутствуют в производстве. В нашей области увеличили количество квот на искусственное оплодотворение. Теперь на данную процедуру смогли рассчитывать более 300 пар. В последней декаде февраля в нашем регионе в очереди на ЭКО стояла 751 женщина. Необходимо отметить, что как только вышел новый приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан, где критерии и показания на ЭКО были изменены, так как согласно программе увеличение квот в 7 раз, если в прошлом году показанием на ЭКО был только трубно-перитониальный фактор и мужской фактор, то в этом году показанием на ЭКО являются все формы бесплодного брака, которые не поддались нашему консервативному лечению. То есть их стало гораздо больше. И самое главное, мы теперь все бесплодные пары, которые мы не смогли вылечить консервативно, согласно протоколу мы направляем на квоты. В последнюю неделю зимы экологи и гиря спасали рыбу от гибели. На Создинском водохранилище возле села Лесное были сделаны новые лунки и вентиляция, чтобы поднять концентрацию кислорода в воде и избежать замора. В целях недопущения замора, гибели рыб, это как профилактическая работа, проводится бурение лунок, майн, установка камышевого сноба, далее будут устанавливаться специальные аэраторы, мотопомпы и будет прокачиваться водоем с одной лунки на другую вода в целях обогащения кислорода. Первый весенний месяц октябинцам запомнится началом изменений в системе оплаты для общественного транспорта. В марте электронное билетирование запустилось в пилотном формате. Автобусы ТО по ТП были частично оснащены валидаторами. Это специальная система, которая никак не связана ни с банком, ни с мобильной связью. Оплата за проезд снимается с вот такой специальной транспортной карточки. Стоимость проезда при этом осталась прежней, это 80 тенге. Но это только для обладателей такой карты. А вот для тех, кто предпочитает в традиционном формате оплачивать наличными, стоимость проезда увеличилась до 150 тенге. Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства начал подготовку к весеннему упаводковому сезону. Во избежание неудобств и грядущих потопов подрядчики начали вывозить снег из одного из самых подтопляемых районов города – Москва. Совместно с сотрудниками МЧС было определено более подтопляемые районы и улицы. На основании этого мы уже начали вывозить район Москва, Менделеево и улицы Чехова мы уже вывезли. Вот сейчас Московское, Бельтабаново тоже вывозим. На каждую улицу дается 2-3 дня максимум. Бригады не останавливаются. На чистый массовый вывоз задействовано более 50 единиц самосвалов, 12-13 единиц погрузчиков и, соответственно, люди. На каждой бригаде по 5-6 человек по мере необходимости. Чиновников, заподозренных в коррупционных махинациях, лишают государственной должности и привлекают дисциплинарной ответственности. Совет по этике рассматривал дела, связанные с коррупцией. Первое дисциплинарное дело было в отношении Каныша Жерембетова, теперь уже бывшего руководителя Айтикибийского районного отдела образования. Его подозревали во взятничестве в ходе технических работ по установке систем видеонаблюдения в школах и садиках Айтикибийского района. Совет разобрал диалог телефонного разговора чиновника с подрядчиками, где были намеки на получение взяток. В этой связи просим, выношу на голосование за нарушение этического кодекса, за нарушение подпункта 5 статьи 50 закона госслужбе, привлечь Жерембета Таныша, руководителя Айтикибийского района отдела образования, дисциплинарную ответственность в виде увольнения с госслужбы. Прошу проголосовать. Единоглас. В первую декаду марта в нашей области начался второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции. В городских поликлиниках начали прививаться педагоги и сотрудники полиции. Для этих целей в регион было завезено 4100 доз вакцины «Спутник Ви», сырье которого производят в России, а саму вакцину создают в Крагандинской области. С сегодняшнего дня мы начали второй этап. Второй этап, это значит, получается, мы начнем прививать остальных медработников, плюс к этому мы будем прививать педагогов и сотрудников полиции. На данный момент пришли вот 5 человек, их осматривает врач, после отмотра они получат свою вакцинацию. В историко-краеведческом музее нашей области презентовали уникальную археологическую находку на останки тоскопинского вождя. Экспонат, чье одеяние блистает золотой вышивкой, был найден в погребении Кургана, один в могильнике Тоскопа в Темирском районе Актюбинской области. Человека хоронили фулом в боевом вооружении со снаряжением, кости лошади были выброшены грабителями и так далее. То есть это язычество, это до основных монотеистических религий, еще до возникновения христианства, до, соответственно, городской обеды. 22 марта казахстанцы отметили очередной день государственного праздника – Наурыза. Актюбе в этот день попал в желтую зону. Обычно в дни празднования Наурыза праздничные мероприятия проводились на всех городских площадках, скверах и в парках. В этом году в нашей стране Наурыз отметили по прошлогоднему сценарию. Массовые гуляния были запрещены. Жителям рекомендовали отпраздновать день весеннего обновления в узком кругу. Власти решили не подвергать населению риску заразиться, поэтому отменили концерты и другие мероприятия. Конец марта обрадовал актюбинских автолюбителей новостью о реконструкции участка дороги от Кирпичного моста до трассы Актюбе-Орск протяженностью 9 километров. Проект оценили в 4,5 миллиардов сенге со финансированием из республиканского и областного источников. С разных источников почти около 5 миллиардов сенге уже выделены средства. Сейчас мы, когда погодные условия позволят, приступим. 42 улицы дополнительно. Например, могу привезти Кокривое озеро. Давно жители просят проезды. Еще немаловажные такие проекты, которые ремонтировались не только десятками лет. Вот эту работу мы будем производить. Также населенные пункты, как Хазлжар, Рауан, Жанахонас. Также по ливневым системам. Мы сделали проекты сейчас на 340 миллионов. Деньги выделены. В этом году закончим полностью по Батсу-2. Также по улицам города. Сейчас у нас карта. Не везде ливневые. Будем устанавливать и где-то колодцы. Первые дни апреля в области введено ужесточение карантинных мер. В школах началась четвертая учебная четверть, но к привычному формату вернулись только 70% учеников. Тем временем количество больных коронавирусом растет стремительно. Регион находится в красной зоне. Люди вновь стали массово покупать антисептики, носить маски и перчатки. Сотрудников ДЧС Муратбека, Нурма Гамбетова и Ербулата Жанабаева представили к наградам за спасение человека из пожара. Также медалью был награжден Нуртлег Карабалин, который принял участие в пяти аварийно- и поисково-спасательных операциях. За невыполнение своих обязанностей экс-руководитель городского ЖКХ понес наказание. Специализированный административный суд признал чиновника виновным и оштрафовал на сумму более 43 тысяч тенге. В специализированном административном суде города Ахтюбе рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении руководителя госучреждения отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Ахтюбе. Космухамбетова по части 3 ст. 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Суде установлено, что управлением полиции города Ахтюбе 12 февраля 2021 года вынесено предписание о производстве ямочного ремонта на мосту Азнаурс по улице Акамжаново срок до 26 февраля 2021 года. Однако Космухамбетов, являясь должностным лицом, без уважительных причин не исполнил предписание к установленному сроку. Стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Чиновники призвали жителей города выходить на субботники и не перекладывать ответственность за чистоту города только на власть. Каргала вышла из берегов. В результате резкого повышения температуры воздуха до 20 градусов тепла произошел перелив талой воды на трассе Ахтюбе-Орск на 18-м километре. Ширина разлива талой воды по дорожному полотну составила 100 метров. В Ахтюбе открылся реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Ежемесячно восстановительные курсы смогут проходить порядка 40 человек. Наш реабилитационный центр Маляка оказывает специальные социальные услуги детям-инвалидам до 16 лет. Здесь занимаются физическим, психологическим, социальным, нравственно-духовным восстановлением детям, перенесших инвалидизирующие болезни опорно-двигательной системы. Также в центре у нас работают квалифицированные специалисты. Это педиатр, невропатолог, психолог. На территории коммунального рынка Табыс состоялась первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка. Ахтюбинцы могли приобрести местную мясную, молочную, рыбную и овощную продукцию по сниженным ценам. В день рождения Глеба Щегельского 19 апреля ему исполнилось бы 52. Напомним, он скоропостижно скончался от сердечного приступа 17 октября 2020 года. В его карьерном списке значимые должности. Он был депутатом Мажелиса 5 и 6 созывов. Глеб Анатольевич стал профессиональным парламентарием, у него была масса идей, некоторые из них успели воплотиться. Работники животноводческого комбината ТО «Парижская коммуна-21», объявившей голодовку, решили приостановить акцию «Надежда на помощь гор-администрации». Акимат Алгинского района, извините, готовится к массовому падежу свиней. Они тут недалеко начали копать, ну, скорее всего, это скотомогильник, пригнали мощный экскаватор, да. То есть они не хотят решить проблему другим путем и решили либо захоронить, либо сжечь трупы павших свиней на святой земле. То, с чего все и началось, да, на экологии получается. Власти не хотят выходить с нами на контакт, не хотят с нами вести беседу, какой-то диалог для того, чтобы принять какое-то решение, да, выгодное и экологии, и нам. Они не видят нас и не слышат. Недаром у нас первые дни на масках были слова напечатаны, опечатаны, либо нас не слышат. В нашем городе совершено громкое преступление. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения совершили убийство водителя такси, затем, завладев его автомобилем, совершили два ДТП и были задержаны. Во время осмотра автомобиля у полицейских вызвало подозрение. Бурые пятна на руле и поликах. Пятна были также на накидках заднего сидения, а также в салоне автомашины сотрудники полиции обнаружили окровавленный нож. После этого один из задержанных признался, что несколько часов назад совершили убийство водителя и угнали данный автомобиль. Период дачного сезона наступил. С 28 апреля стали курсировать маршруты в садоводческие коллективы. Областная филармония открыла свои двери для посетителей. Такое послабление для деятелей и любителей культуры стало возможным благодаря введению приложения «Ашек». Министр здравоохранения Алексей Цой в первых числах мая заявил о карантинных послаблениях по работе точек общепита на открытом воздухе. Наша область тогда была в желтой зоне, а значит почти на полную мощь заработали летние кафе. На участке дороги по улице 312-й стрелковой дивизии с 5 мая можно было наблюдать работу спецтехники по ремонту асфальта. На ремонт дороги выделили 500 миллионов тенге. Ну и по традиции без внимания в начале мая не оставались ветераны Великой Отечественной войны. Нина Галкина в преддверии Дня Победы получала поздравления. На войне она была наводчицы в составе зенитного расчета. Вам страшно было, когда с немцами встречались? Вы знаете, было такое состояние, мы даже смерти не боялись. Защищали родину. Все для родины было. Для народа. Мы даже не жалели себя. Даже не было страха. Наоборот, чтобы получить орден или медаль. Международный аэропорт Ак-Тубе официально стал носить имя Алии Молдогуловой. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 6 мая с участием родственников Героя Советского Союза и чиновников. Город без барьера. В областном центре срезали все металлические заборы. Отсутствие ограждений местные жители заметили в мае по проспекту Победы, Абая и по улице Есет-Батыра. С начала года в городе действует программа «Город без барьеров». В рамках программы выгорается дорожное ограждение в центре улицы, в центре города. Куда потом деваются эти заборы? Все складироваются в Табус Ак-Тубе. А насколько вообще безопасна вот эта, так скажем, программа, что не будет ограждений и, может быть, какие-то будут аварии и машины будут выезжать прямо на тротуары? Это как-то предусматривали? Смотрите, они, которые заборы мы убираем, они все равно, можно так сказать, от машин не спасают, да? Почему? Потому что они маленькие. На данном случае у нас же есть светофоры. Сейчас в разметку делаем для обеспечения дорожной безопасности в городе. Ну, то есть это все предусмотрели? Ну, да. 11 мая в Казани произошла трагедия, а именно стрельба в одной из школ. Жертвами террористического акта стали семеро учеников и одна учительница. Еще 16 человек получили ранения. Минобразование совместно с полицейскими начали проводить в школах нашей страны рейды на предмет содержания охранной службы. В школе обязательно предусмотрена проверка документов входящих лиц. В настоящее время, в карантинный сезон, допуск посторонних лиц вообще запрещен. С сегодняшнего дня в школе занимаются ученики, педагоги заходят, посторонние лица не допускаются. Но в случае прихода посторонних лиц обычно обязательно у вахтера запись идет по документу, кто заходит. И через дежурного провожается к секретарю или к завучу. В городе наконец началась реконструкция моста в 11 микрорайоне. Общая площадь моста – 7,5 тысяч квадратных метров. На его ремонт, который занял две недели, было выделено 46 миллионов тенге. В медцентре Западно-Казахстанского медуниверситета имени Успанова открыли мемориальную доску Рахимжану Арыстану. Он проработал врачом более 40 лет. За два года до кончины хирург возглавил БСМП. За период своей работы там главврачу удалось закрыть все долги больницы, провести капитальный ремонт и вывести работу всего коллектива на более высокий уровень. В октябре прошел первый этап единого национального тестирования. В нем приняли участие более 1700 человек. Впервые ЕНТ было организовано в электронном виде по принципу «один тестируемый, один компьютер, одна камера». В школах нашего города стартовал футбольный турнир среди учащихся пятых и шестых классов. Он был организован в память о Глебе Щегельском, человеке, помимо прочего, внесшем большой вклад в развитие актюбинского футбола. В этом турнире участвуют шестые и пятые классы, 87 школ города, приблизительно около 2000 детей. Да, здесь сейчас мы находимся на шестой школе, четвертая группа, всего их четыре. Шестая школа, в тридцатой школе, в двадцать четвертой и в пятьдесят третьей школе проводятся. В жилгородке началась реставрация домов. Ремонт включал в себя замену кровли и отделку фасадов в 30 домах. Все работы велись за счет АО «Касхром». Компания на эти цели выделила 520 миллионов тенге. 25 мая для выпускников прозвучали последние звонки. Линейки проходили с рядом ограничительных мер при минимальном количестве гостей и на открытом воздухе. 27 мая к Тубе исполнилось 152 года. В рамках празднования Дня города спортивная молодежь города организовала соревнования по стритболу и настольному теннису у центрального стадиона. Кроме того, в четырех местах прошли сельхозярмарки. В июне, пока в нашем городе полыхали подъезды и горели автомобили, рядовые актюбинцы возмущались растущим ценам на свет и воду, параллельно с этим привыкая к новой системе оплаты автобусного проезда. Рассмотрим же основные события поподробнее. В первый день лета в областном Акимате сотрудники Департамента экологии и Департамента юстиции региона провели брифинг, касающийся ситуации с ТОО «Парижская коммуна-21». На основании обращения жителей поселка Бештамак Алгинского района по нарушению ветеринарно-санитарных требований «Парижская коммуна-21» в нашем комитете инспекции территориальной комитета ветеринарного контроля Министерства сельскохозяйства были выявлены факты в ходе внеплановой проверки, выявлены факты нарушения ветеринарно-санитарных требований. На данный момент все претензии устранены, административные взыскания взысканы. На сегодня, значит, по эпизодической ситуации в данном регионе стабильны. Возмущение, негодование и полное непонимание – так можно назвать ситуацию, с которой пришлось столкнуться пассажирам общественного транспорта после введения в октябре карточной системы оплаты. В начале июня город остался почти без транспорта. Водители работали с перебоями и с явным нежеланием выполнять свои договорные обязательства. С 1 июня в Октябрьской области повысились тарифы на электроэнергию. Сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий области. Для физических лиц цена за 1 кВт составила 10,78 тенге. Согласно предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, субъектом общественного значимого рынка в сфере электроснабжения у нас по Октябрьской области является то Октябрь Энергоснаб. Всем известно то, что с 1 апреля 2021 года Министерством энергетики Республики Казахстан были пересмотрены предельные тарифы на предприятиях, производимых электростанциях. Рост конечных цен для физических лиц составил 0,98 тенге, для прочих и юридических лиц на 1 тенге и 80 тенге. Картофель резко подорожал. По информации Tengri News, волна возмущений по этому поводу сколыхнула сразу несколько регионов нашей страны. На продовольственных прилавках нашего города стоимость картофеля к 9 июня выросла до 390 тенге. Цены подорожали, особенно на картофель и морковь. Но это связано с тем, что наше местное урожай пока еще нет. Ожидается в июле. Стабилизационный фон картофель мы реализовали в конце апреля, в начале мая. 1080 тонн через социальные магазины, через мини-рынки. И в данный момент все картофель, все овощи идут с юга. И естественно оттуда пошло подорожание, возможно от места производителей. Целью стабилизации ситуации. Мы сейчас провели переговоры с производителями, выращивать которые картофель на южном Казахстане. Сейчас туда отправлены фуры нашей машины. В ночь с 12 на 13 июня в одном из домов в авиагородке произошло возгорание. Эвакуировать пришлось порядка 80 человек. Пожар охватил один из подъездов. Пожарным службам потребовалось почти полчаса, чтобы добраться до очага возгорания. Еще более часа занял сам процесс тушения. По итогу один из подъездов полностью лишился крыши. А верхние квартиры понесли серьезный конструкционный ущерб. В настоящее время у нас в городе Акимат Егор создана комиссия. Именно по обследованию данного дома в состав комиссии входит представитель местных исполнительных органов. И кроме этого там проектировщики. В настоящее время до конца этой недели будет изготовлен проект и смертный расчет на общую сумму на восстановительные работы. Будет изыскиваться средства из резерва для восстановления дома. Скажите, а что будете ремонтировать? Квартиры, подъезд, крыши? Нет, квартиры ремонтировать не будем. Будет ремонтироваться только крыша и подъезд. В Айтикибийском районе области произошла трагедия. В одном из дворов поселка Корпе загорелся автомобиль. Во время инцидента в машине находились два ребенка. В результате трехлетний мальчик погиб на месте. А его семилетний брат успел выйти из машины, но получил сильные ожоги. Утром 17 июня и второй мальчик скончался в больнице. 16 июня текущего года, в 15-16 минут на пульте диспетчерской службы поступило сообщение о загорании автомашины марки ВАЗ-2906. По данному адресу был отчислен выезд дежурного подразделения района пожарной части. По прибытию было установлено за грани автомашины марки ВАЗ-2906, поселок Курпе, Айтикибийский район, Активенская область. В результате пожара было установлено, что на месте пожара погиб ребенок, 2018 года рождения, и второй ребенок погиб сегодня утром, 2014 года рождения. Предварительная причина устанавливается, работает следственная оперативная группа, работают эксперты. Невакцинированным от коронавирусной инфекции гражданам ограничивали допуск на работу на большинстве социальных и государственных объектах страны. Такое постановление было подписано главным санитарным врачом Республики Казахстан. Кроме того, был установлен срок обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг и крупных предприятий до 15 августа. Некоторые регионы Казахстана столкнулись с ограничениями при покупке картофеля и моркови. Конечно, все цены диктует юг, южный Казахстан, но на сегодняшний день там идет снижение. И мы сегодня, у нас в коммунальном рынке Табос картофель продается по цене 200-210. И завтра еще мы ожидаем снижения. И каких-то ограничений у нас или там что-то на руки давать, там по килограмм, у нас такого нет. Люди берут сколько захотят. В июле в нашем городе состоялось открытие Центра социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями. А также техническое открытие нового триатлон-парка. В преддверии Дня столицы там же состоялся праздничный забег здоровья, где велосипедисты и любители бега преодолевали дистанции 2,5 и 6 километров. Несмотря на то, что мы еще не совсем завершили данный проект, он уже стал любимым местом, центром притяжения жителей нашего города, которые хотят вести здоровый образ жизни, кто занимается велосипедным спортом, кто занимается бегом, кто просто любит на свежем воздухе прогуляться и поддержать свое здоровье. И это все сделано для вас, уважаемые наши актюбинцы. Я бы хотел, чтобы в дальнейшем вы здесь с удовольствием занимались любимым видом спорта и просто отдыхали, поправляли свое здоровье. Июль принес в Актюбе проливные дожди. Город вновь начал омываться потоками воды, которые скапливаются как на проезжей, так и на прохожей частях дорог. На брифинге по данной ситуации отметили, что за первую неделю июля количество выпавших осадков уже в несколько раз превысило месячную норму. Во время паводка эта работа уже началась и до сих пор проводится. Это до конца текущего года, конечно. И на сегодня уже, именно, которая очищает ливневую канализацию, бригады, они уже с утра, с пяти утра начали работать. А по этой, плюс дополнительно работают водопрячущие техники на сушной станции. В областном Акимате сотрудники департамента экологии рассказали о ходе реализации программы по улучшению экологической обстановки в регионе. Задачами данного проекта было налаживание должного контроля над использованием водных ресурсов и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На озеленение всего Октябинского региона из бюджета выделено порядка полумиллиарда тенге. На озеленение территории из-за интернезащитных предприятий на 2020 год было посажено в парке деревьев количество 300 штук на сумму 14 миллионов 743. В области за период 2021 года планируется высадить 1 миллион 071 500 штук саженцев. Финансирование из бюджета запланировано в объеме 500 миллионов тенге. Сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали о работе по ликвидации последствий пожара на городском мусорном полигоне. Пожар начался в 10 часов утра 15 июля. И локализован он был только спустя 12 часов. Площадь возгорания составила порядка 700 квадратных метров. Вчера 15 июля на пульт службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании полигона. На место были направлены силы средства службы пожаротушения. По прибытию на место было установлено, что происходит возгорание мусорного полигона. В тушении были задействованы силы средства службы пожаротушения. Это 20 человек личного состава, 7 единиц техники, а также местных исполнительных органов ТО «Табас Ак-Тюбе», который обслуживает полигон, 14 человек и 14 единиц техники. В связи с изменением направления ветра, часть районов города Ак-Тюбе были окутаны дымом. На сегодняшний день, в ночное время и сейчас именно проводятся работы уже по ликвидации тления. Это проливка водой и засыпка грунтом. В том году священный праздник Курбанайт выполнен 20 июля. Как и годом ранее, из-за пандемии коронавируса его празднование проводилось несколько иначе. Молитву Айт-Намаз читали с соблюдением санитарных требований карантина вне помещения духовных учреждений. Жертвенные животные забивались на специально отведенных местах. В условиях пандемии Курбанайт будет проходить, то есть жертвоприношение в день Курбанайт будет производиться онлайн. Заказы будут приниматься тоже онлайн через Каспи-приложение. Заклание животных будет производиться на мясокомбинате Айбек, это на 41-м разъезде, с соблюдением всех санепидемистационных мер и предосторожностей. На очистку октябинских деревьев от вредоносных насекомых в 2021 году из бюджета было выделено 55 миллионов тенге. О мероприятиях по борьбе с древесными вредителями рассказывали сотрудники подрядной организации под дезинфекцией зеленых насаждений города. Повышение цен на муку и хлебобулочные изделия по итогам первого полугодия прошлого года наблюдалось в нашем регионе. Причин скачка цен на хлеб несколько, в том числе подорожание продовольствия, услуг транспортировки и нехватка специалистов. 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Приуроченная к этому дню акцию прошла в парке имени Пушкина при участии сотрудников департамента полиции Актюбинской области. В конце июля казахстанские спортсмены провели свои первые соревнования в рамках Олимпийских игр в Токио. Впереди их ждали насыщенные дни борьбы за медаль и надежды на призовые места. Среди титулованных спортсменов, представляющих казахстанский флаг, были и шесть ирактюбинцев. Один из которых, а именно борец Нурислам Санаев, занял бронзовое место в рамках Олимпиады 2021. В областном Акимате сотрудники управления сельского хозяйства области рассказали о принимаемых мерах по борьбе с луговым мотыльком, которые внезапно заполнили улицы города. На начало августа дезинсекции было подвергнуто 35 тысяч гектаров актюбинских земель. На сегодняшний день химической обработки против лугового мотылька проведены на площади 35 тысяч гектаров. Из них 33 и 4 тысяч гектаров это наземные хозяйственные субъекты и 1 и 6 тысяч гектаров это земные государственные запасы. В общем, 52 хозяйственные субъекты по области обработали 12 тысяч гектаров это авиационным и 21 и 4 тысяч гектара это наземным способом. На земле государственного фонда, где позволяет работать аэрозольными генераторами, работают две единицы аэрозольные генераторы на базе КАМАЗ. И, соответственно, где очаги маленькие, там населенных пунктов, вдоль населенных пунктов на улицах, там работают дезинфекционные отряды с аэранцевой опрессивкой и техникой, которые имеют более малую производительность. В начале августа 1876 объектов актюбинского бизнеса и учреждений получили QR-коды для участия в проекте «Ашик». 995 объектов являлись полноценными участниками проекта. Остальные объекты участвовали в тестовом режиме. Более 900 объектов сегодня закреплены со статусами, находятся на сайте Акимата, то есть это, можно сказать, полноценные участники. 800 из них объектов – это, можно сказать, те, которые добровольно вступили туда. Все мы знаем, что недавно вышло постановление главного санитарного врача Республики Казахстан, куда включены и объекты торговли. Это рынки продовольственные, непродовольственные, ну, в основном это непродовольственные торговые дома, торгово-развлекательные центры. Теперь у нас 37 объектов на сегодняшний день являются лидерами проекта «Ашик». Что такое лидер проекта «Ашик»? Это тот, у кого свыше 500 и 1000 чекинов за две недели. То есть лидер проекта «Ашик» имеет определенные льготы по сравнению с другими участниками. То есть у него время работы больше, может быть где-то по количеству принимаемых клиентов также будет вопрос решаться. Но основной момент, к примеру, например, лидеры проекта «Ашик» по объектам общественного питания могут работать до 22 часов. Лидеры. Пешеходные переходы, удобные для лиц с ограниченными возможностями, начали устанавливать на территории нашего города в рамках пилотного проекта «Удобные переходы для всех». 4 августа в Казахстане началась регистрация для повторной сдачи единого национального тестирования. Прием заявлений завершился 6 августа. Августовская ЕНТ проводилась для того, чтобы дать абитуриентам, не набравшим проходной балл на предыдущем тестировании, еще один шанс. Таким образом, успешно прошедшие повторные ЕНТ смогли поступить в ВУЗы, но только на платной основе. На Актюбинском заводе Феросплавов случился пожар. Площадь, охваченная огнем, составила 250 квадратных метров. Загорание произошло в ангаре товарно-материальных ценностей. 8 августа 2021 года в 14 часов 15 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о пожаре на территории Актюбинского завода Феросплавов. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства службы пожаротушения. По прибытию пожарных было установлено загорание ангара товарно-материальных ценностей. С огнем боролись 35 человек с применением 9 единиц техники. Также в тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники негосударственной противопожарной службы. Пожар ликвидируем в 15 часов 30 минут. Площадь составила 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На минувшей Олимпиаде сборная Казахстана завоевала 8 медалей. Все бронзового достоинства. Свой вклад в общий медальный зачет страны внес и актюбинский борец Нур-Ислам Санаев. Борец вольного стиля Нур-Ислам Санаев, весовой категории до 57 килограмм, остановился в двух шагах от верхней ступени пьедестала. В преддверии нового учебного года в нашем регионе активно проводилась вакцинация преподавателей и персонала учебных заведений. В связи с переходом в традиционный формат обучения, учителя школ и организации дополнительного образования обязаны были до 20 августа получить прививку от COVID-19. 80 грантов в новый учебный год за счет средств местного бюджета были выделены на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также тех ребят, кто закончил школу, но не получил возможность обучаться бесплатно. Срок пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары, алкогольные и табачные продукции был продлен до 1 октября. Последний месяц лета 2021 года завершился приятными событиями. 14 многодетных семей, стоявших в очереди на жилье, получили свои заветные ключи от квартир в жилом комплексе «Нурак-Тубе» из рук Акима нашей области, он до сына у Розалина. Также участники организации «Волонтеры-2020» проявили ежегодную акцию «Дорога в школу», где помогли 10 школьникам подготовиться к новому учебному году, приобретя все необходимое для учебы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все сотрудники, учащиеся потенциально заминированных образовательных учреждений, были эвакуированы. Но по итогу ни одного факта о заложенной бомбе так и не подтвердилось. Позже уже террорист будет держать в страхе всех актюбинских школьников и их родителей еще на протяжении нескольких дней. Однако шутника найти так и не удастся. В здании филиала Фонда развития предпринимательства «Дому» в центре города произошло обрушение кровли второго этажа. Площадь разрушения, по информации сотрудников управления ПЧС, составила 200 квадратных метров. Обрушение произошло в половине восьмого вечера, первого сентября. В здании в этот момент находились несколько человек. Одним из пострадавших был мужчина 1987 года рождения. По информации врачей, после получения помощи в траппункции был отправлен на амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая женщина 1988 года рождения некоторое время находилась в реанимации. Позже медики сообщили о ее кончине. Там множество переломов ребр, позвоночника, основная травма головы. Сейчас она находится в реанимационном отделении. Состояние крайне тяжелое, коматозное состояние. Полная помощь все оказывается, занимаются наши специалисты. Со слов родственников, там обрушился потолок, то ли плита, или чем-то была она сдавлена. 10 сентября в Ак-Тубе открыли мемориальную доску в честь Изимгалей Кабенова, нашего земляка, депутата, члена комиссии РК по здравоохранению и активного члена Международного антиядерного движения «Невада Семей». В годы своей деятельности Изимгалей Кабенов принимал активное участие в закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Являлся членом Государственной комиссии РК по празднованию 70-80-летия юбилеев Героя Советского Союза Алии Молдогуловой. Ак-Тубенцем он запомнился и тем, что внес вклад в установку памятника в честь девушки-героя. В 1994 году был в составе делегации Конгресса Всемирного антиядерного движения в Копенгагене. Дания был удостоен медали за трудовую доблесть орденом Курмет. Почетная грамота и Верховного Совета РК и знаком отличник здравоохранения. А дать дань памяти земляку пришли его родственники, коллеги и друзья. Такой простой человек, вышедший из среды, такой нижний, и сделавший сам себя. Он был хорошим врачом, в свое время руководил районом. И в этом был депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Как известно, в конце августа в Ак-Тубе появился третий перевозчик и новые автобусы. 12-метровые автобусы Golden Dragon компании Calatrans пригнали из Алматы. Как отметил перевозчик, новые автобусы отличаются своим комфортом прежде всего для маломобильных граждан. В каждом автобусе имеется специальный откидной пандус, места для инвалидов, специальные кнопки для связи с водителем и USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Депутат городского маслехата Шахан Жолдазбаев лично проверил, насколько новые автобусы отвечают потребностям маломобильных граждан. Он осмотрел пандусы, проверил удобство их использования и провел инструктаж водителям о правилах перевозки особенных пассажиров. Вы знаете, у нас это уже не первая попытка, когда закупались специализированные автобусы для перевозки как раз таки и в том числе ребят с инвалидностью на инвалидных колясках. В 2017 году были закуплены автобусы, которые были непродуманно закуплены. Там были подъемники и при подъезде к остановочным павильонам эти подъемники не могли разложиться. Сейчас с такими автобусами, с откидными пандусами, вот эти новые автобусы, на них такой проблемы быть не должно, так как вот эта подъемная платформа, раскладной пандус, он не препятствует. Я такими автобусами уже не раз пользовался в других городах, в Астане, в Алмате. Сейчас я знаю, есть они и в Хазларде, но вот закупили и в наши города, поэтому очень рады. Необычным приятным финалом для некоторых актюбинцев завершилась вакцинация против COVID-19. 15 сентября в областном Акимате состоялось награждение счастливчиков, участвующих в акции «Получи вакцину, выигрывай автомобиль». Среди участников акции также разыгрывались планшеты, смартфоны, велосипеды и смарт-часы. Вручал прежде заместитель руководителя областного управления здравоохранения Бигбулат из Басаров, который подчеркнул важность акции и лично поблагодарил каждого участника. Главный приз у нас автомобиль, один мы уже разыграли, и вместе с тем у нас еще разыгрываются ценные призы. Это сотовые телефоны, смарт-часы, пылесосы разыгрываем, велосипеды, планшеты разыгрываем. Но это у нас прошедшее воскресенье, у нас это предпоследие, розовище остается. Теперь только один розовище остается, где мы будем разыгрывать автомобиль и оставшиеся ценные призы. Поздравляю вас. Пожалуйста, поделитесь, в свое удовольствие. Акимгород Асхад Шахаров совершил рабочую поездку по Ак-Тубе с представителями СМИ. Городоначальник побывал на нескольких объектах и рассказал, какие работы сейчас проводятся по благоустройству и развитию города. Одним из объектов, который посетил городоначальник, стал сквер Ахтаново, расположенный неподалеку от городской поликлиники номер 2, реконструкция которого стартовала 15 сентября. Хорошее общественное пространство. Мы идем из того, что все должно быть в шаговой доступности. Сейчас мы делаем карту, на которой будем отражать все свободные зеленые зоны, места, где, возможно, мы будем делать скверы, мини-места отдыха, где наше население сможет в шаговой доступности отдохнуть, провести время. Такую работу в начале года мы утвердили в Акимобласти. На общественное пространство в этом году выделено миллиард тенге. И эту работу мы до конца завершим. Появился новый праздник День радио. Аким города Асхат Шахаров поздравил актюбинских ветеранов трудового и боевого фронтов с Международным днем пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября. Хочется бесконечно вас благодарить не только в этот праздничный день, но и в целом. Я считаю, что весь ваш труд и старания на благо нашего мирного неба не должен забывать никто. И хочется вам пожелать здоровья долгих лет и повидать еще много достижений ваших потомков. Ухудшилась ситуация с дизельным топливом. В нашем регионе на некоторых АЗС его убрали с продажи, а там, где дизель остался, изменились ценники. Стоимость выросла до 280 тенге за литр. Актюбинские чиновники официально прокомментировали причины возникшего дефицита. Сейчас ситуация ухудшилась. Дефицит образовался из-за того, что один из заводов, производящих дизельное топливо, стоит на ремонте. Помимо этого, сама потребность дизельного топлива в Актюбинскую область увеличилась. Это связано с тем, что у нас есть транзитный автотранс. Получается, этот вопрос решается, стоит на контроле. Первые руководители города и области совершили рабочий объезд Актюбе, в ходе которого ознакомились с текущими работами по благоустройству общественных мест и строительству дорог. Акимы побывали на улице Гарнизонной и дороге на Кривое озеро, осмотрели новую световую подсветку многоэтажек по проспекту Алии Молдогуловой и посетили новый триатлон-парк. Завершился первый этап переписи населения, который проходил в онлайн-формате. Более миллиона казахстанцев приняли участие в опросе по интернету. С 1 октября счетчики приступили к поддомовым обходам. Цены на сжиженный газ вслед за соляркой тоже резко пошли вверх. На заправках города его стоимость выросла в среднем на 5 тенге за литр, а в некоторых местах его отпускали лишь по талонам. Актюбе получил 100 миллионов тенге на строительство ливневок. По городу определены 43 места, где во время весенне-осеннего периода сильно собирается талая вода. Вода от воды появится на улицах Каратаева, Львенцова, Сеитова, на проспекте Молдогуловой и нескольких улицах села Акжар. Восемь строящихся объектов посетили он до Сануразалина и Асхат Шахаров, ознакомившись с качеством и объемом ремонтно-строительных работ. Они расположены в микрорайоне Нур-Сити, Батас-2 и сквере имени Ахтанова. Завершающей точкой рабочего объезда стало Создинское водохранилище, где Акимгорода поднял тему экологического бедствия реки Создинка, которая пересыхает уже не первый год. 15 октября наш регион вновь перешел в желтую зону. Санврачи отметили снижение роста заболеваемости КВИ среди населения, а уже через три дня, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Актюбе вернулся в зеленую зону. Актюбинские призывники пополнили ряды вооруженных сил Казахстана. И из нашей области было призвано более тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. В ходе осеннего призыва для оповещения призывников об их явке на призывные пункты проводится путем смс-оповещения на мобильные телефоны по сервису 1414. Также на призывных пунктах строго соблюдаются санитарные меры по недоплечению коронавирусной инфекции. Также перед отправкой молодого пополнения в части проводится ПЦР-тестирование. Наши молодые ребята в основном служат в региональных командованиях Юг, Запад, Восток. По прибытию распределяют воинские части в каждой регионе. 80 лет исполнилось сформированной в Актубе 312-й стрелковой дивизии. Сотрудники музея имени Молдогулова и члены объединения ветеранов «Боевое братство» по этому поводу организовали патриотическую акцию «Наша память». 22 октября Акимы области и города совершили очередной рабочий объезд ряда объектов, где ведутся строительство и ремонтные работы. Ундаса Нуразалина, Асхад Шахаров посетили аллею шахматистов по проспекту Алии Молдогуловой, сквер в жилом массиве Нур-Актубе, проверили ход ремонта улиц на Москве и побывали в новой пристройке к средней школе номер 53 в Каргалинском районе. Произошло очередное возгорание городского мусорного полигона. Некоторые части города, такие как Шанхай, жилгородок, были окутаны специфическим запахом горе и дыма. На место пожара были направлены 9 единиц спецтехники и 11 человек личного состава противопожарной службы. Глава региона совершил рабочий объезд, в ходе которого побывал на объектах предпринимательства, на развитие которых направлены государственные деньги по программе фонда «Дому». Также он, Дасану Розалин, посетил 23-ю школу, где проверил качество новой пристройки для учеников начальных классов. В целом октябрь был отмечен как месяц активного воплощения в жизнь проектов по благоустройству города. Во многих районах появились пешеходные зоны, освещение и ливневки. В новом году остается пожелать октябинцам дальнейшего процветания и созидания, а самое главное – желание сделать родной октябрь лучше, красивее и чище. В первых числах ноября дефицит автомобильного газа в нашем регионе вновь привел к появлению талонов. Одной из возможных причин стало новшество при торгах на электронных площадках. Владельцев газодоправочных станций в Экимате просили быть более расторопными и вовремя подстраиваться под новую практику проведения электронных торгов. В регионе началась закладка сезонной продукции, став фонд. Получить богатый урожай не удалось из-за сильной жары летом, поэтому капуста и лук закупались в других регионах. В этом году стабилизационный фонд закуплен у ТОСХФ «Пригородный». Картофель в размере 1268 тонн и морковка 136 тонн. В связи с погодными условиями, сами знаете, лето было жаркое, у «Пригородного» был неурожай по луку и капусте. Лук на сегодняшний день мы закупили в южных регионах порядка 300 тонн. Сегодня разгружаются вагоны и будут на кукуны, на овощих хранилищах. При этом ноябрь принёс актюбинцам подорожание овощей. В частности, ценники изменились на картофель, морковь и капусту. Продавцы связывали рост цен с заготовками на зиму. Цены на картофель выросли сразу на 20%. Ну и похожая ситуация с другими овощами. Резко подорожали баклажаны, цветная капуста, перец, свежие огурцы и помидоры. Аэропорт Актубе будет передан в доверительное управление сроком на три года с правом последующего выкупа при условии исполнения всех тендерных условий. Об этом сообщили чиновники. На сегодня потенциальных покупателей не имеется. Поэтому, пользуясь сегодня случаем, я бы хотел пригласить всех желающих инвесторов. Кроме того, мы сейчас постараемся во все крупные паблики распространить объявления о том, что будут приватизировать аэропорт Актубе для того, чтобы максимальное количество инвесторов привлечь и чтобы отобрать самого опытного, самого лучшего инвестора. Еще раз говорю, акцентирую внимание на то, что здесь вопрос аэропорта как такового, за продажа завтра его не стоит. Здесь вопрос стоит передать его на три года, посмотреть, насколько инвестор выполнит всю программу, которую мы ему закладываем. У нас очень обширная, большая программа, там больше 20 условий тендера. Если же он согласится на эти условия и в течение трех лет все эти, в полном объеме эти условия выполнят, только после этого мы уже говорим о том, что передаем этот аэропорт ему во владение. Радовались в ноябре жители сразу у нескольких сел в Этикибийском, Мартухском, Муглажарском и Храмтаусском районах. Их дома, наконец, обеспечили газом. Всего голубое топливо было подано в дома более тысячи сельчан. Один из характерных моментов, если вы обратили внимание, когда мы в поселке Тасуткель открывали газопровод и принимали участие в этом мероприятии, там в докладе прозвучало, что на сегодняшний момент остался один только крупный населенный пункт, который не обеспечен газом. И в целом 99% населения обеспечены природным газом. Это тоже показатель той работы и тех достижений, которые имеются в районе. При этом достаточно сбалансированное сельское хозяйство представлено. Ну и динамично развивается малый и средний бизнес. Тем временем Ак-Тубе преобразился. 150 домов украсили декоративной подсветкой. В жилгородке, к примеру, дома теперь ночью красиво светятся. Симпатично теперь и на проспекте Абулха, Ирхана и Аллеи Молдогуловой, улицах Тургенева и Сатпаева. Также благоустроен сквер по улице Тургенева в районе Сона и Аллея влюбленных в районе хлебокомбината. Воздушная гавань Ак-Тубе возобновляет авиасообщение с Москвой, Питером и Казанью. Пока стоимость билетов, а сейчас она известна лишь в направлении действующего рейса в столицу Татарстана, сохраняется довольно высокая. К примеру, полет в оба конца обойдется самая малая в 250 тысяч тенге. 16 ноября было проведено заседание оперативного штаба по предложению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам заседания было принято решение возобновить и открыть на взаимной основе маршруты на регулярном основе Ак-Тубе-Москва, Ак-Тубе-Санкт-Петербург и Ак-Тубе-Казань. Рейсы в Казань уже выполняются и компания «Казахер». В нашем регионе стартовала ревакцинация. В первую очередь в ноябре вакцинировались медработники, педагоги, люди с ослабленным иммунитетом. Причем в ноябре в поликлиниках стало возможным привиться от коронавируса американской вакциной Pfizer. Одним из первых ревакцинацию прошел главный педагог области. Вместе с ним Pfizer вакцинировались и его дети. Я до этого получил оба компонента вакцины. Сейчас требуется ревакцинация. Считаю, это обязательно нужно каждому гражданину для сохранения стабильной обстановки в период пандемии. Своих детей я тоже привел в поликлинику. Их здоровье должно быть в безопасности. И если есть такая возможность, родителям необходимо ею воспользоваться. Думаю, так будет правильно. Никакой опасности в получении вакцины я не вижу ни для взрослых, ни для детей. Ну и в конце ноября был обнаружен новый штамм коронавируса Omicron. Изначально он начал распространяться в Южноафриканской республике. Из-за распространения нового штамма страны начали закрывать границы. Медики говорят, что Omicron может стать причиной более половины всех случаев COVID-19 в самые ближайшие месяцы. Согласно изменениям в законе о социальной защите, дети в возрасте от 7 до 16 лет теперь разделяются по группам инвалидности. А лицам, осуществляемым уходом за инвалидами первой группы, введены пособия в размере 48 тысяч в тенге. Хочу отметить, что ранее до вступления в силу данного закона, то с 24 октября, детям с рождения и до 16 лет группа инвалидности не устанавливалась. Устанавливалась группа только детям с 16 до 18 лет. Соответственно, первая, вторая, третья. В области всего у нас на сегодняшнюю дату 4384 ребенка, которые имеют инвалидность. Из них 452 – это дети с 16 до 18 лет, имеющие группу. Дети с 0 до 16 лет на сегодняшний день составляет 3932 ребенка. Из них при проведении данной работы после вступления в силу закона детей с 7 до 16 лет в нашей области 2510. Детей, которые имеют инвалидность, и они на дату вступления в силу закона были старше 7 лет. Данным детям установление группы инвалидности было проведено в автоматическом режиме. Российский город Березняки Пермского края стал побратимом Актубе. Первые руководители городадминистрации подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Стабильно раз в два года организовывается саммит приграничных государств в разных областях, как Российской Федерации, так и на территории Республики Казахстан. Поэтому мы должны уже на уровне, если областей это Акима области, губернаторы, то и мы, как руководители городов, поддерживать отношения, находить новые точки соприкосновения. Если удастся создавать условия для бизнеса, бизнес – это уже дополнительное налогобложение, рабочие места. Все это создает благоприятные условия для экономического развития наших регионов. Завершился ноябрь приятными событиями. 30 аксюбинских семей получили ключи от своих новеньких квартир в микрорайоне Нурактубе. Первый день зимы через наш город пробежали бегуны из столицы в рамках сверхмарафона, организованного Клубом марафонцев «Астана-Жилия-Гы» и Союзом строителей Казахстана в честь 30-летия независимости Республики. Пробег проводился при поддержке администрации президента, партии «Нур-Атан», столичного Акимата и ряда министерств. Участие в марафоне принимало 12 человек – членов столичного клуба марафонцев. Стартовав в Нур-Султане 26 ноября, гости-бегуны пробежали через Кокшетау, Петропавловск, Костанай и после нашего города их ждала финишная прямая в Уральске 3 декабря. Общая протяженность марафона – 2021 километр. В декабре в нашей области завершился Республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills «Казахстан-2021». 450 молодых участников из 17 регионов страны показывали свои знания по 40 направлениям профессиональной компетенции. WorldSkills – это движение международного формата. Это где наши ребята, молодые специалисты, молодые наши студенты, это даже могут быть выпускники уже наших колледжей, проверяют себя на профессиональное мастерство. Всего проводится по 45 компетенциям чемпионат. Но в связи с эпидемиологическими условиями данный чемпионат проводится по нескольким регионам, в том числе и у нас в Актюбинской области. Участвуют, как я уже сказала, ребята. И вот по нашей компетенции мы Актюбе принимаем участников по двум компетенциям. Это управление железнодорожным транспортом и вторая компетенция – преподавание музыки. 3 декабря отмечался День неизвестного солдата. Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В честь этого у мемориала Вечного огня прошло возложение цветов. Вообще с 2014 года в странах СНГ вот этот день отмечается как День неизвестного солдата. То есть это память о тех солдат, которые пропали без вести. Вот именно работа поисковиков сейчас заключается поднять этих неизвестных солдат, которые героически сражались с фашистами, из небытия в известность. То есть найти родственников. Вот это вот задача поисковиков. И вот этот день, именно 3 декабря, началось проводиться в странах СНГ с 2014 года. В преддверии праздника 30-летия независимости наш регион посетил председатель Можилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматуллин. Он наградил заслуженных деятелей нашей области и посетил медицинский реабилитационный центр ДАРУ. Здесь вообще вот эти аппараты эмоционных технологий, они предназначены для подбора интраокулярных линз. Вот этот вот аппарат, это немецкий, немецкий Carl Zeiss для подбора интраокулярных линз. То есть это вот мы применяем практически постоянно. 13 и 14 декабря на рейс не вышли автобусные маршруты 1, 24, 26 и 15 от компании-перевозчика ТО «Автопарк». Терпеливые граждане ждали автобус по полчаса или дольше. Другие же, опаздывая на работу или учебу, вызывали такси. А школьникам и вовсе сложно стало добираться домой. Проблема была связана с тем, что некоторые водители были недовольны полученной заработной платы за ноябрь месяц. Вот примерно в обед к ним поступили деньги на карточку, они увидели и после обеда остановили автобус. Было остановлено 37 автобусов, это по маршрутам 24, 26, 21. 20 декабря президент страны Касымжумар Тукаев подписал поправки в налоговый кодекс РК, передал спутник ЕЗЭЦ со ссылкой на пресс-службу АКОРДЫ. Согласно закону, налоговые отчисления будут производиться при мобильных переводах, осуществляющихся в предпринимательских целях. В Министерстве финансов РК подчеркнули, что новшество направлено на развитие бизнеса в цифровом пространстве и не преследует цели перехода на наличный расчет. Помимо этого, закон предусматривает и то, что международные бизнес-партнеры тоже будут платить налоги за заработанную прибыль в нашей стране. Новый корпус Актюбинского гуманитарного колледжа и новую поликлинику в микрорайоне БАТЭС-2 посетил Акимобласти он до сыну Розалин. В ходе рабочего объезда города глава региона уточнил также нюансы их будущей деятельности в ходе эксплуатации. Очень приятно видеть, что поддержка государства для предпринимателей дает такие плоды, как, например, это медучреждение. А для населения это будет еще и удобством, потому что Актюбе разрастается, строятся дома, люди сюда переезжают и получать медицинские услуги вовремя это жизненно необходимо. Негативные события, происходившие в декабре, так или иначе смогли затеряться в череде праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия независимости Дня Первого Президента и, конечно, Нового Года. И продолжая праздничную тематику, телекомпания РИКО-ТВ желает всем Актюбинцам здоровья, богатства, семейного благополучия и душевной гармонии. Пусть 2022 год привнесет в вашей жизни только яркие и позитивные сюжеты. С праздником вас, дорогие Актюбинцы, и с Новым Годом!